Чтобы в ягодах малины не было червей, наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей. Чтобы в малине не было червей, необходимо периодически проводить профилактические работы ХТТП Аградкару. Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов. Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей 70-80 водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень. Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник. Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха минус 3-5. Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик, цветает. Больше интересного. ХТТП огородка.ру Каждую осень, если вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться. В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на растеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей. Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы. 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полсуток и несколько раз обрабатывают кусты. Горчицу можно заменить пищевой содой, 2 полные столовые ложки на 10 литров воды ХТТП огородка.ру Эти нехитрые способы борьбы с вредителями сада, помогут вам наслаждаться отличным урожаем. Удачи в этом нелегком деле! Субтитры создавал DimaTorzok